Всем привет! И сегодня я опять приехал на свою дачу, чтобы получить бесплатно цинк. Откуда я получал цинк? То есть я брал большие батарейки, которые уже отслужили свое, и раскурочивал их, и доставал вот эти вот корпуса. У меня тут такой старый чайник есть. И я вот уже там разжег печку, и поставлю чайник на печку, и буду закидывать вот эти вот лоскутки от старых батареек. Цинк довольно-таки хорошо плавится на костре, и у меня не будет никаких проблем, чтобы получить какой-нибудь маленький слиток цинка. Ну что ж, разогрею печку, поставлю все уже плавиться, и покажу уже в самом процессе. Итак, потихоньку уже плавится чуть-чуть. Вот я накрыл крышкой. Вот внутри у меня там находится цинк. Сейчас вот покажу уже, начинают уже образоваться жидкие капельки металла. Вот они такого красивого цвета. Подержу еще чуть-чуть, чтобы весь цинк, который там сейчас, он там с очень большим шлаком, чтобы он хотя бы чуть-чуть набрал массу жидкого металла. Тогда будет уже проще подкидывать вот из этого мешка вот эти вот ошкометки от использованных батареек. Ну, когда уже все расплавлю, тогда уже покажу дальнейший процесс, что я буду делать дальше. Итак, весь цинк расплавлен. То, что у меня был, наверное, его не видно будет здесь. Вот металл полностью расплавлен, и уже там находится под шлаком. Ну, я его попытаюсь разлить вот в этой вот ржавой крышке с подкраски. Мы вынимаем со всем кольцом. Работаем очень аккуратно, иначе все может пролиться туда, куда не нужно. Все-таки это высокие температуры. Ну, вот, теперь я освободился от этого кольца, и уже можно будет попробовать пролить металл в банке, который у меня находится. Вот он потек. Красивый металл. Вот сколько я получил цинка, переплавив корпуса от батареек. Вот он еще очень довольно-таки жидкий. Сейчас он остынет и примет уже кристаллическую форму. Вот такая вот плюшечка у меня получилась из всех тех батареек, которых я переработал. Ну, что ж, когда он остынет, тогда я покажу уже сам готовый продукт. Итак, вот результат моей работы. Вот получилась вот такая вот пляшка. Довольно-таки такая тяжелая на ощупь. Интересно, сколько надо будет взвесить ее. Например, она грамм 200-250 будет. Может, даже чуть больше. Вот такой вот чистый металл получился из всех вот этих вот батареек, которых я смог выковырить и переплавить. Ну, такой вот металл. Это как бы такая грубая была первая обработка. Потом можно его там откусывать или отпиливать, делить пополам и уже производить какие-нибудь эксперименты или уже по какому-нибудь назначению. Так что всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте мое видео. Так что всем пока, всем хорошего дня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!